Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! С вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу, что делать, если вы подхватили вирус на ваш iPhone или iPad. Спросите у меня, возможно ли это вообще? Да, конечно же, возможно. Это может быть как через Safari, либо же через какие-то приложения, которые вы установили. Специально разработчики делают так, чтобы можно было заниматься вымогательством. То есть, они блокируют какие-то действия на вашем iPhone, специальный программный код и требуют за это деньги. Чтобы себя обезопасить, нужно первое, если вы подхватили это в Safari, что нужно? Зайти в настроечки, опуститься ниже и сбросить кэш. То есть, сбросить данные сайтов и так далее. То есть, это то, что защитит от Safari. В Safari зачастую, когда у вас влаги блокидают какие-то вирусы, App Store или еще что-то подобное, вы зачастую, когда переходите скачать приложение, это просто какое-то там приложение, якобы антивирус, либо защита от каких-то данных, может быть VPN-сервисы. Это не так страшно, когда уже, конечно, по приложению идет, по разработчикам данные моменты, это уже более-менее пугает. В этой ситуации что нужно сделать? То есть, если вы заметили блокировки каких-то данных, пропажи каких-то данных, выход с ситуацией простой, вам нужно сбросить настройки. А именно как? Стереть контент и настройки. То есть, вы подчистую удаляете iPhone. Перед этим не забудьте сделать резервную копию iTunes или iCloud, чтобы можно было восстановиться, потому что вы потеряете данные, если вы этого не сделаете. Вот данные и решения, и ответы на ваши вопросы, в принципе. Чтобы быть в курсе моих новых новостей, подписка, лайк, комментарий, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!